Диалоги об образовательной политике с Александром Адамским. Сегодня в диалогах об образовательной политике мы будем говорить о Московской школе. У нас в гостях депутат Московской городской думы, председатель управляющего совета школы 1505 Антон Молев. Диалоги об образовательной политике. Антон Ильич, давайте начнем с денег. Вы недавно обсуждали бюджет Москвы. Ходят два слуха о финансировании Московской системы образования. Первый слух, что с такими деньгами любой добьется результата. А второй противоположный, что финансирование не растет бюджетное, а расходы школ растут. Как эти парадоксы можно объяснить? Как и всегда, если мы говорим о двух крайних по позициям слухов, то истинно где-то посредине. С одной стороны, действительно, расходы очень значительные. Это принципиальная позиция правительства, поддержанная Московской думой. И я здесь абсолютно солидарен с этой позицией. Какая общая сумма? Можете назвать? Ну, если мы говорим о последних трехлетке, которая будет сейчас несколько модифицирована, это порядка 300 миллиардов, это объем... 300 миллиардов рублей в год. Да, это то, что идет на образование. Там чуть-чуть дифференцируется по программам и статьям, но общий объем примерно такой. Количество этих денег растет с каждым годом, но ключевая позиция, которая формирует эту цифру, остается неизменной с 2011 года. Это установленный правительством и департаментом образования разработанный норматив финансирования одного ребенка. То есть то, что получает школа за ребенком из... Я хотел бы прощить. Этот норматив школа получает напрямую из Московского департамента образования. Абсолютно верно. Всяких промежуточных... Совершенно справедливо. И дальше мы позже поговорим о том, как она расходует, да? Конечно, конечно. Но получает пакетом. Да, причем более того, что поменялось за это время, с 2011 года. Если раньше этот пакет ограничивался только реализацией государственного задания, то есть, собственно говоря, ключевые расходы, то уже несколько лет как школа получает в этом нормативе, в него зашиты и все сопутствующие расходы. Это деньги, необходимые для приобретения учебников, это деньги, заложенные на охрану, на питание и так далее. Коммунальные расходы. Коммунальные расходы. Экскурсии. Вот все, что почти в полном объеме, все, что необходимо для функционирования школы, она получает и расходует самостоятельно. Ей делегированы в этом смысле и право, и возможность, и, конечно, ответственность. О философии этого решения можно говорить отдельно, но надо это четко понимать. И в этом смысле сам норматив, вот это лежащее ядро в середине, не изменилось. Но увеличивается общий расход в связи с тем, что у нас, слава богу, демографически позитивная ситуация, увеличивается количество дошкольников и, соответственно, чуть позже увеличивается количество и посещающих школы. И, значит, объем ассигнований из бюджета увеличивается. И в этом смысле деньги, конечно, как нагрузка на бюджет значимые. Но фактически за это время произошло существенное изменение и зарплат педагогов, и огромные вложения были сделаны в материально-техническую базу при сохранении удельного веса финансирования. И это есть ответы на первый и на второй слух. То есть я хотел бы уточнить для наших зрителей. Школы государственные. Конечно. Деньги школа получает напрямую без всяких муниципальных фильтров. Ну, Москва особый субъект, потому что Москва является и субъектом федерации. Тем не менее, раньше были. Была совершенно другая система, которая предполагала подчинение школы окружному управлению образования. В каждом округе существовала своя дирекция, которая фактически была руками, ногами, отчасти иногда и главой школы в вопросах хозяйственного управления. Существовали объединенные бухгалтерии, которые были финансовыми мозгами школы. И школы, что называется, предлагали, обо всем забыв, заниматься только образованием. А как именно это делать с точки зрения технической поддержки? Вы, пожалуйста, сюда не суетесь, мы за вас все сделаем. И это существенно обременяло бюджет. Невероятно раздувало сам штат сотрудников. И главное, что это лишало школу фактической самостоятельности принятия целого ряда решений. Вот за эти 7, даже 8 уже получается лет, произошли существенные изменения. Если мы посмотрим на попытку ответить на вопрос, а откуда, собственно, средства на такое значимое увеличение фактических денег, которые идут главному человеку, работающему с ребенком, а именно зарплат педагогов, то это не только большие московские нормативы. Он такой же, как был в 2011 году. А зарплата выросла существенно за это время. А это прежде всего экономия на избыточных издержках, их исключения. Армия чиновников в 2011 году составляла свыше 20 тысяч человек. Сейчас это 3 тысячи. В 7 раз сократилось количество людей, которые были надзирателями, советчиками, проверяющими. Это важнейшая история. И с точки зрения финансов, но есть еще же и другого сорта экономика. Экономия. Потому что чем меньше чиновников, тем больше самостоятельности. Чем больше самостоятельности, тем более эффективно расходование средств. Поэтому тут еще такая опосредованная экономия. Конечно. И эта опосредованная экономия, на самом деле, может не бросаться в глаза, но и так не напрямую экономически просчитывается. Но, безусловно, если мы посмотрим на остатки тех средств, которые есть у школ в течение года и к концу года, то они очень значительны были, как только школа получила эту самостоятельность. И связано было с такими фантомными болями еще и с советским временем пришедшими. Потому что к концу года нужно было что сделать с бюджетными деньгами? Срочно избавиться. И во многих регионах это продолжается до сих пор. И очень здорово, что принципиальная позиция мэра, правительства и департамента вслед за ними, что все, что попало в школу из бюджетных денег, в школе и осталось. И расходуется по усмотрению школы. И когда нужно было срочно все это куда-то девать, это было раньше, теперь это можно копить, во что-то вкладывать, развивать материально-техническую базу, разные решения реализовывать. И это на совести школы. И это ее право. И теперь эти ресурсы на самом деле позволяют школе не латать дыры, а реализовать такое стратегическое управление. Я хочу вас спросить, как образовательного политика. Вот этот принцип зависимости, эффективности расходственных средств и самостоятельности школы, он очень многими оспаривается. И очевидных доказательств до московского вот этого опыта у нас не было. Ну, про зарубежье можно говорить сколько угодно, но в своем отечестве пророка нет. Как вы сейчас оцениваете зависимость самостоятельности школ и эффективности расходования? Есть прямая зависимость с вашей точки зрения? Между эффективностью расходования и самостоятельностью школ? Ну, конечно. То есть, чем выше самостоятельность? Я понял, обратная зависимость, да, зависит от самостоятельности школы. Конечно. Но, смотрите, здесь же ситуация предельно простая. Ведь все, что школы расходуют, она вправе распределять, исходя из собственной целесообразности. И если школа криво запланировала какие-то ремонты или еще какие-то решения, связанные с эксплуатацией тех зданий, которые есть, а их теперь, как вы понимаете, в крупном комплексе много, то она не позволит повысить зарплату, выплатить премии, решить еще какие-то важные насущные проблемы. И очень многие школы, например, пошли по пути энергоэффективности и вложились в современные инструменты повышения эффективности, замена ламп, внедрение инструментов, которые позволяют оценивать температуру внешней среды. Потому что они замотивированы. Конечно, потому что эти же деньги сэкономленные можно будет вложить в такие целевые педагогические нужды. А где границы самостоятельности? Вот кадры, хозяйствование, образовательная программа, система оценки результатов. Я не очень понял вопрос. Граница самостоятельности прописана законом, на самом деле. Есть образовательная программа, которую нужно реализовывать. Штатное распространение, потому что примерного штатного распространения уже не существует. По воле директора и школы, и всей административной команды определяется. И если нужно как-то его видоизменять, то, пожалуйста, это вполне возможно. То есть это та степень свободы, которая в школе делегирована 273-м федеральным законом. Здесь не нужно ничего придумывать. Ограничение только одно. Это бюджетные средства. И они могут расходоваться в соответствии с... Объем бюджетных средствами. Объем и способ расходования. Он предполагает сложно организованную процедуру заполнения плана финансово-хозяйственной деятельности и жесткого следования. И здесь, конечно, есть некоторые издержки временного характера. Не все привыкли и научились полноценно хозяйствовать. Чтобы это делать, нужен некоторый опыт. Но с каждым месяцем, кварталом и годом эта ситуация выравнивается. Люди просто включаются административные команды в такое эффективное управление. Здесь есть... Я позволю самому себе задать этот вопрос, потому что, мне кажется, лежит на поверхности. То, в чем пытаются укорять школу современную московскую. Ах, да, вы все про эффективность. Вы все про то, чтобы правильно деньги тратить, а еще и, не дай бог, зарабатывать. А где же, собственно, педагогическая составляющая? Правильно это было все в другой стране. Есть два очень четких ответа. Первый из них. Современная школа призвана создать условия, в которых ученик, формируясь и получая навык, компетенция и знания, выходит из нее человек, готовый к современной жизни. Есть формула. Если ты сам не умеешь, то это никогда не научишь. Если школа сама пассивна, несамостоятельна и только-только существует в пределах, отведенных ей, она никогда не создает впечатление и не создает условия для формирования человека, готового самостоятельно, активно действовать в этом мире. Это первый момент. Извините. А второй, конечно, это задача грамотного управленца, найти баланс. Между задачами эффективного менеджера и хозяйственника и, прежде всего, ключевой задачей, которая лежит на школе. Это формирование педагогических смыслов и реализация педагогических идей. Диалоги об образовательной политике. Я должен согласиться. К сожалению, это такое действительно советское, не хочется говорить плохих слов, но в негативном плане патерналистское мышление, потому что всем хочется, чтобы было комфортно, всем хочется, чтобы были хорошие условия, всем хочется, чтобы среда, в которой происходит обучение и жизнь детей и взрослых, была комфортной и так далее. Но не всем хочется задумываться о том, какой ценой это достается и какими средствами это достигается. Как будто это само собой. Вы когда меня представляли, не сказали о том, что в прошлом я учитель истории, но это так и есть. И есть же классический пример или кейс, который рассматривается, связанный с отменой крепостного права. Это, упаси, Господь, конечно, такой пример приводить. Но здесь очень близкие есть образы и метафоры, связанные с тем, что, конечно, хорошо было при барине. Барин за тебя все решит, рассудит, все определит, и ответственности мало. И вот я на жизнь так и катится. А теперь меня заставляют... Заставляют делать это самостоятельно, да еще и более того, я еще и отвечаю за то, что я делаю. И, конечно, эта проблема существует. Многие еще пока не привыкли к тому, что свобода – это не только право распоряжаться, но и отвечать за свои действия. Антон Ильич, вот у меня есть данные, я только с вашего разрешения не назову регион, в котором общие расходы на одного ребенка в рублях, что называется, всего на 6% меньше, чем в Москве. А заработная плата учителей почти на 35% меньше, чем в Москве. И в этом смысле... Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы к этому отнеслись, есть ли у вас такие данные по другим регионам или по... И, во-вторых, вот не является ли это аргументом в пользу того, что не объем средств главное, а способы их расходования? Ну, конечно. Ключевой момент, на который нужно обращать внимание, это не просто там некая лавина средств, как известно, ей нужно грамотно управлять, а именно те приводные ремни, которые в дальнейшем, собственно говоря, определяют политику субъекта в сфере образования. Я догадываюсь, в каком регионе, конечно, идет речь, это понятно, и он не случайно избран в силу просто сопоставимости некоторой с Москвой. И не желаю там обсуждать политику соседних там, или не соседних, неважно, регионов, говоря о том, что реализуется в Москве. Что здесь важно? Важна была ключевая задача. Зачем и во имя чего все это было придумано? И увеличение финансирования удельного, и вот теперь дальше сокращение той армии чиновников, о которой мы уже говорили, изменение самого механизма направления этих средств и способов расходования. И, наконец, то, что осталось немножко за скобками, но это тоже связано с финансами, это публичная аттестация директора, и те критерии к эффективности его деятельности, которые предъявляются, они открыты, они доступны, потому что все это происходит в режиме онлайн. Это один из ключевых моментов. А, собственно, насколько эффективно распоряжается данный директор теми средствами, которые ему переданы? Ну и формульность зарплаты директора. Конечно, и формульность зарплаты, да. Зарплата директора напрямую зависит от той зарплаты, которую получают даже не просто все его учителя. Внимание, не средняя зарплата по включающей директора и замов, нет-нет. Это только педагогические работники, причем с недавнего времени ввели, что называется, такой более жесткий норматив, нижние 50 процентов. То есть она высчитывается, исходя из того, сколько получают самые мало зарабатывающие учителя в его школе. Здесь, конечно, очень важный и острый момент, который касается рейтинга и показателей. Меня, например, очень порадовало, что в восьмой версии рейтинга, так уже будем говорить, есть такой показатель, как удовлетворенность. Мне кажется, что дрейф в качественные показатели, он очень важен. Ну, конечно, более того, важно, что сам по себе рейтинг не является некой там константой или чем-то, что в мраморе зафиксировано. А это живой механизм, который подстраивается в зависимости от степени решенности тех или иных задач или возникновения новых. Диалоги об образовательной политике с Александром Адамским.